Более 10 тысяч мигрантов были спасены за три дня в Средиземном море. При этом более 30 человек погибли в результате двух кораблекрушений. Спасательные операции проводила служба итальянской береговой охраны. На этом корабле 562 спасённых мигранта. В четверг их доставили в сицилийский порт Эмпидокле. Люди переправлялись на рыбацком судне, и оно перевернулось. Из воды извлекли также тела пятерых погибших. Лодка затонула на глазах у итальянских моряков, которые прибыли на помощь. «Поначалу мы просто оцепенели, когда увидели происходящее. Но нужно было действовать. Я отдал приказ подвезти наше судно как можно ближе к месту крушения, чтобы мои ребята смогли сбросить в воду всё, что только возможно. И плавающие в воде люди смогли зацепиться. Мы так и сделали. Эмоциональное потрясение было очень сильным. Но нужно было взять себя в руки и действовать». На этой неделе число беженцев, которые пересекают Средиземное море в надежде попасть в Европу, значительно возросло из-за тёплой погоды и спокойного моря. В море ведутся десятки спасательных операций. Среди мигрантов всё больше детей без сопровождения взрослых. Организация «Спасём детей» сообщает, что центры для беженцев в Италии по-прежнему плохо оборудованы для приёма детей. «Нынешнюю систему, несомненно, нужно улучшать. И важно расширять сеть центров приёма, потому что число пребывающих несовершеннолетних в этом году намного выше, чем было за тот же период прошлого года. И важно не только увеличивать количество центров, но и качество содержания в них, потому что сейчас оно очень сильно различается в разных центрах». По данным Международной организации по миграции, за последние два с половиной года в море в попытке перебраться в Европу погибло более 8 тысяч мигрантов.